Проект «Школа передышки» стартовал в одном из домов дневного пребывания детей с нарушениями в развитии в Махачкале. Теперь по субботам там с детьми и родителями занимаются специалисты-психологи. Это сделано для того, чтобы улучшить климат в семье и поддержать родителей. Подробнее расскажет наш корреспондент Кадыр Абдулазизов. Это Ахмед. Совсем недавно ему исполнилось 18. Ахмед – особенный ребенок. Несмотря на задержку в развитии, мальчик ведет активный образ жизни. Танцует лезгинку, занимается спортом и всегда готов помочь окружающим, говорят его наставники. До сих пор работа с детьми здесь шла, как и в обычной школе с понедельника по пятницу. Теперь для них по субботам в рамках проекта «Школа передышки» проводятся развлекательные и игровые занятия. Это пазлы я собираю. Пазлы. А еще кроме пазлов что ты здесь делаешь? Там разы пазлы я собираю, мозаики собираю, кубики собираю, что я делаю. Ну да, им нравится. Они здесь, получается, расслабляются больше. Могут позволить себе просто поиграть во что они хотят. Поэтому я думаю, что суббота для них это хорошо. Нисколько для детей, которые усерднее обычного рвутся по субботам на такие занятия, сколько для их родителей необходима «Школа передышки», считают воспитатели. После четырех месяцев изоляции дома ребенок и родитель, они находились в тяжелой жизненной ситуации, когда не могли выйти ни на работу, ни в общество, потому что такого ребенка одного дома оставить не всегда возможно. Чаще всего в семьях мама и ребенок, и некому даже его оставить. Мы уже это говорили, закон, у нас закон тренинга, закон 0-0 время, закон микрофона, говорит тот, кто у кого микрофон, закон активности, закон я высказывания, только о себе вы говорите. Пока дети играют в развивающие игры, родители общаются с психологом и между собой. Многие мамы успели подружиться. И говорят, такая психологическая разгрузка помогает почувствовать, что они не одиноки в своих переживаниях. Мы собираемся в субботу с родителями, работаем, приходят родители, делятся опытом своим, рассказывают свои проблемы, рассказывают, у кого лечится, каких врачей, какие лекарства, делятся своим опытом. Не все мамаши поймут нас, потому что у всех здоровые, хорошие дети, а мы здесь с полцово понимаем друг друга, и с другими родителями так не пообщаешься, потому что у них свои проблемы, у нас свои. Мамам же тоже нужна психологическая разрядка, а здесь очень даже хорошо это все получается. Мы еще караоке потом поем. Да, я сюда потом уже сбросим вот это вот все напряжение, потому что жизнь с особенным ребенком это тоже не так просто. И потом с настроением уходим отсюда, мы еще чай пьем. Теперь и родители, и дети получают помощь от воспитателей и психологов. Это дает им возможность лучше понимать друг друга и улучшить психологический климат в семье с особенными детьми. Кадраб Буазизов, Махарбека Марии, Врамазан Амаров. Время новостей.